С обзором главных событий этого дня в студии Ирина Никешина. Сегодня вы узнаете. Министр труда и соцзащиты лично оценил ход реализации нацпроекта «Демография в регионе». В рамках двухдневного визита в окружную столицу Максим Топилин посетил окружные объекты социального блока «Образование, культуры и спорта». Программа переселения с ветхого и аварийного жилья дала сбой. Первая волна возмущений пронеслась среди жителей поселка Искателей в связи с заселением в новый дом по улице Губкина, 23. В Наринмаре презентовали юбилейные здания «Движение вверх». На страницах книги представлена история системы образования Ненецкого округа. Глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин положительно оценил работу руководства Ненецкого округа в части реализации мер, направленных на повышение реальных доходов граждан. Об этом Максим Топилин заявил в ходе пресс-подхода для региональных СМИ. Мероприятие прошло в Наринмаре в рамках двухдневного рабочего визита министра. В Ненецком округе действует комплекс мер, направленных на достижение к 2024 году национальных целей по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности. Речь идёт о специальных мерах поддержки в отношении работающих граждан и пенсионеров. Например, в регионе предусмотрена доплата работникам бюджетных организаций в размере разницы между МРОД и ежемесячной заработной платой. При этом МРОД установлен в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Также проводится ежегодная индексация заработной платы бюджетников, а граждане пенсионного возраста получают ежемесячную региональную доплату к пенсии. Работу я оцениваю как достаточно позитивную, потому что в округе ведь не только высокие, относительно высокие к показателям страновым, среднестрановым зарплатам, но и сама планка прожиточного минимума тоже достаточно высокая. Поэтому, учитывая, что показатель доли населения с доходами ниже прожиточного минимума чуть больше 10%, между 10 и 11%, то это означает, что в принципе в регионе эта работа ведётся ниже, чем в Российской Федерации. Вместе с тем, подчеркнул Максим Топилин, Ненецкий округ может войти в пилотные проекты по снижению бедности наряду с другими регионами. Одна из таких программ направлена на поддержку семей в рамках социальных контрактов. По словам главы федерального ведомства, в текущем году на эти цели из федерального бюджета выделено 7 миллиардов рублей. Я полагаю, что если регион и в этом году, и в следующем году, в первой половине следующего года, представит свою дорожную карту, программу действий, кто совершенно спокойно может претендовать с 2021 года на участие в этом пилотном проекте, в любом случае зона действия социального контракта, она в любом случае будет расширяться. Мы просто сейчас отрабатываем технологию, но в любом случае она будет расширяться. Поэтому вперёд. Говоря о работе окружных властей в части разработки и реализации мер, направленных на повышение рождаемости, губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский отметил, что все решения носят комплексный характер. Я считаю, что решение, которое мы приняли по стимулированию рождения третьего и последующего ребёнка, выплачивание региональной части материнского капитала, это крайне важно. Потому что женщина, молодая семья, не молодая семья, когда принимает решение рождения очередного в данном случае ребёнка, всё равно всегда смотрит на своё финансовое состояние. В этом смысле, с учётом довольно объёмной региональной части материнского капитала, она у нас составляет 366 тысяч рублей, я думаю, что это будет хорошее подспорье и, как минимум, будет давать дополнительные аргументы для того, чтобы принять положительное решение при рождении детей. Глава Ненецкого округа сообщил также, что в профильном органам государственной власти поставлена задача разработать дополнительные меры по стимулированию рождения первенца. Александр Цибульский отметил, что комплекс мер по повышению рождаемости должен предусматривать не только финансовое стимулирование, но и обеспечение жителей Ненецкого округа необходимой инфраструктурой жизнедеятельности, которая помогла бы снять с матерей часть бытовых вопросов. Это и строительство, если есть садов, которые мы с помощью, в том числе федерального бюджета, в рамках национального проекта, сегодня строим и обязательно эти обязательства выполним. Это и, наверное, возможности для переобучения, для получения новой работы, профессии. Вот то решение, которое было принято на федеральном уровне о увеличении срока выплаты с полутора до трех лет, я считаю, что это, конечно, огромное подспорье для женщин, которые принимают решение рожать ребенка. Ну и у нас еще есть время для того, чтобы подумать. Я думаю, что, конечно, вот этот комплекс мер может расширяться, исходя из тех потребностей, которые мы будем фиксировать и слышать со стороны наших молодых и не очень мало. Напомню, национальный проект «Демография» был запущен в начале текущего года. Кассовое освоение составляет 65%. В Нинецком округе будет построен дом-интернат для престарелых. О выделении денег на социальные объекты из федерального бюджета было объявлено в ходе визита Максима Топилина. Новое здание будут строить по современным стандартам. Учреждение, где сегодня проживают постояльцы, министр посетил лично. Также он побывал на объектах образования, культуры и спорта. Устазирский дом-интернат для престарелых, который располагается в поселке Искатели, принял первых постояльцев в 2000 году. Сегодня здесь проживают 88 жителей округа, нуждающихся в постоянном уходе и наблюдении. Здание частично приспособлено для проживания инвалидов и маломобильных групп населения. Для строительства нового здания нужны деньги. Хочу вам сообщить, что министерству принято решение, что федеральный бюджет больше 300 миллионов рублей выделит нам строительство такого объекта. Поэтому я думаю, что в следующем году мы уже сможем приступить к практической реализации того самого проекта дома-интерната для пожилых людей. Построить новый дом-интернат на 100 мест в селе Тельвиска в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» планируется к 2024 году. В 2021 году на эти цели Ненинский округ получит субсидию в размере 315 миллионов рублей. Общая стоимость проекта составляет более 700 миллионов рублей. Еще один объект, который в Ненинском округе посетил Максим Топилин – школа Олимпийского резерва «Труд». В учреждении ведется подготовка резерва для спортивных сборных команд Ненинского округа и России по лыжным гонкам, спортивной борьбе, теннису, тэквондо, олимпийская версия ВТФ и другим. По этим направлениям занимаются 110 спортсменов. Кроме того, 350 детей систематически занимаются в учреждении различными видами спорта, в том числе и национальными. В рамках национального проекта в текущем году в учреждении предоставлены субсидии с федерального окружного бюджета на общую сумму более 4 миллионов рублей. Эти средства направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для реализации программ подготовки лыжников, а также на оснащение объектов спортивной инфраструктуры, спортивно-техническим оборудованием. По словам директора труда Алексея Гербова, учреждению нужны еще средства. У нас есть проблема. Мы региональный оператор центра тестирования ГТО. Везде мы через наши филиалы, населенные пункты, принимаем ГТО. И здесь также. Проводим конкурсы, проводим фестивали ГТО. Допустим, на улице где-то. И нам не хватает оборудования передвижного, сборно-разборного. Чтобы мы приехали, поставили где-то на площади, либо же приехали, допустим, в зимний период на трюковый селе, разобрали это оборудование. Данное мероприятие, как и все остальные, должно увеличить долю жителей Ненецкого округа, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 55% к 2024 году. Такие целевые показатели обозначены в региональном проекте «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». О достижении целевых показателей национального проекта «Демография» говорили и в Ненецкой центральной библиотеке имени Пичкова. Там министру рассказали об университете пожилых людей и проекте регионального отделения «Союза пенсионеров России». У нас есть факультеты. Шесть факультетов. Один очень значимый, который в жизни пенсионеров большую роль играет – это компьютерная грамотность. У нас занимаются с удовольствием. Площадь у нас небольшая, у нас очередь даже записывается. Максим Топилин лично пообщался со слушателями факультета, которые представляли Ненецкий округ на соревнованиях по компьютерной грамотности российского уровня. Когда ездите, сложно вообще? Как уровень? От чего зависит? От собственных каких-то знаний или как преподают? От чего это зависит? Конечно, и от зданий, и от того, как преподают. Но, во-первых, там большое количество людей, такие люди уже с большим опытом, а мы приезжаем из глубинки. Ну, я думаю, что… То есть тренироваться надо больше? Тренироваться, конечно, больше надо, да. Здесь же состоялось вручение документа о прохождении профессиональной переподготовки, организованной в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Документы из рук главы Минтруда России получила Алла Федорова, специалист в области промышленного и гражданского строительства. Также министр посетил Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Волкова. В эти дни в образовательном учреждении идет подготовка к демонстрационному экзамену по направлению поварское дело по стандартам WorldSkills и к региональному чемпионату молодых профессионалов. Ольга Русл, Мария Владимирова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Непригодные для жизни. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья дала сбой. Первая волна возмущений пронеслась среди жителей поселка Искателей в связи с заселением в новый дом по улице Губкина, 23. О проблемах новоселов и о том, кто в этом виноват, расскажет Наталья Кислякова. Вот посмотрите, что-то вылетает после холода, значит, с крыши самой вылезает. И этот стеклопакет валандает, когда ветра начинается, он трещется, как не знаю что. Мария Фридман не подозревала, что новая квартира принесет столько проблем. Вроде бы программа переселения из ветхого и аварийного жилья должна подразумевать более комфортные условия для проживания. Но, как оказалось, не в этом случае. Поначалу как бы проблем-то не было, дождей не было, все нормально было. Только было, что проблемы были неровности полов, полы кривые и стены кривые. И заляпаны все окна с той стороны, не пойми чем. Пошли дожди, сразу, значит, протечки по всему дому. Балкон течет, вся кухня полностью с потолка, вся протекает в дом, в домашнюю сторону. При нажатии, значит, пластиковых вот этих вот, как, покрытий вот этих вот, прямо из них выходит вода. Стеклопакеты лопаются, вот два стеклопакета уже лопнуло. Это у меня в квартире. У других соседей тоже. Не только как бы окна и двери лопаются, как на балкон. И на этом проблемы не заканчиваются. Жителям приходят невероятные суммы за коммунальные платежи за прошлую и новую квартиру. К слову, при въезде в дом к жильцам не показали счетчики и не предоставили квитанции о полностью погашенных счетах. Загоняют вообще в долговую яму. То есть письмо, заявление было отправлено объяснить полностью, как они делают расчет. По каким счетчикам у нас счетчики, у каждой квартиры стоят счетчики. На основании чего они берут общедомовые счетчики, суммируют всю сумму. Я понимаю, что они берут полностью весь дом, раскидывают пустые квартиры и все раскидывают на нас. Вот тут конкретно указано объяснить нам. И за март месяц показать квитанции, что администрация оплатила полностью до того, как мы въехали в этот дом. Что были уже оплачены все за отопление, за все за воду. Нам никто ничего не предоставил. Показания счетчиков, как мы въехали в общедомовой счетчик, нам не показали. И такие проблемы у всего дома. Марина Яркина – одна из обладателей новой квартиры. Практически сразу при въезде в апартаменты начали всплывать новые дефекты, к которым никто не был готов. Это начнется, вот грибок пойдет. Это уже, получается, дома. Практически мы с Ветхого выехали. И эти новые дома, ну, сколько продержится в таком состоянии? Если воду тянет, вот под подоконники, все мокрое. У кого-то с потолка потекло. У кого-то стали вешать карнизы на первом этаже, просверлили, и у них прям вода потекла. То есть, получается, где-то даже в этих вот стенах, они, получается, бетонные, ну, полые внутри. Просто скопилась вода. Написали все, жалобы в администрацию. Ну, как это так? Просто обидно то, что… Почему, когда строились дома, мне это не контролировалось, получается? Ну, как это? Это же, ну, я не знаю, у нас есть и департамент строительства, все. Ну, как-то вот обидно то, что не контролировалось. Поясним. Администрация поселка Искатели не является застройщиком. Все жилые квартиры передаются им в квадратных метрах. А администрация, в свою очередь, уже распределяет их между жителями ветхих и аварийных домов. В данный момент идет сбор необходимой документации. Соберем все эти материалы, все обращения граждан, мы их сгруппируем. И уже, если не будет, ну, такого нормального ответа, допустим, банального, не будет, условно говоря, такого ответа, разумительного, то мы будем обращаться уже с этим пакетом, обратимся ку-ну, централизованный настрой заказчик, чтобы они уже ввели какую-то претензионную работу именно по этому дому. Что касается департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта, то еще в начале лета Иван Глазунов совместно с управляющей компанией провели осмотр здания на выявление дефектов, которые были отражены в соответствующих документах. У нас есть информация о том, что подрядчик не качественно выполняет свои гарантийные обязательства, а более того, подозревают, что именно в этом вопросе есть факт вообще неисполнения гарантийных обязательств подрядчикам. Значит, централизованному настрой заказчику дана команда понуждать вплоть до принятия соответствующих судебных решений, взыскивания соответствующих неустойок и прочего, прочего, прочего. То есть это такая комплексная работа, мы ей занимаемся, и, к несчастью, подрядчик у нас оказался вот такой, но это не значит, что мы должны останавливаться и, что называется, повесив руки, на это наблюдать. Поэтому мы эту ситуацию однозначно отрабатываем. Дом на Губкино-23 принимался три раза, в каждой из которых находили недочеты, и подрядная организация должна была их устранить. Почему не досмотрели специалисты централизованного стройзаказчика, этот вопрос остается открытым. В конце октября они хотели все стеклопакеты заменить. Соответственно, сделать герметизацию, где в основном протечки. Потому что по всем квартирам, по которым прошлись, в основном это трещины в стеклах, основные дефекты и протечки. Все остальные, как сказать, нарушения, я, они тоже хотят до конца октября закончить, но нами уже принято решение свое, здесь мы в понедельник уже будем выставлять им претензии, потому что дома на гарантии еще. В течение пяти лет. И будем штрафовать за неисполнение своих обязанностей. Однако жители не собираются ждать ответа от подрядной организации. С коллективным заявлением решено было идти в прокуратуру Неницкого округа. Мы будем следить за развитием событий. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал Север. История системы образования Неницкого округа на страницах книги. В Наринмаре прошла презентация юбилейного издания «Движение вверх». Такой подарок всем работникам просвещения региона сделал авторский коллектив ветеранов педагогического труда. На презентации побывала наша съемочная группа. Теперь историю системы образования Неницкого округа можно будет изучать на страницах книги «Движение вверх». Книгу создавал авторский коллектив – ветераны педагогического труда и сотрудники управления образования под руководством известного в округе историка Марины Калавангиной. Мне предстояло объединить все материалы и дать что-то новое. А новым оказывается глава, например, посвященная военной страничке истории образования. Ранее мы никогда эту тему не поднимали, сейчас она представлена и зазвучит по-новому. Ну и большая работа была проделана при подготовке и наборе фотодокументов. Потому что оказалось, что у нас в Крыльеведческом музее эта коллекция относится преимущественно к 30-м годам, немножко 50-е, 60-е годы. А вот последующий период и так, чтобы найти не статичные фотографии, они скучноваты, честно говоря. Юбилейный тираж выйдет в количестве тысячи экземпляров. Книга «Движение вверх» будет передана библиотекам образовательных организаций. Первыми издания получили те, кто внес весомый вклад в развитие системы образования. Кто стоял во главе нашего управления образования в определенные периоды, в определенные годы. Также мы пригласили учителей, которые внесли определенный вклад в развитие системы образования, и руководителей образовательных организаций. Также ветераны педагогического труда на презентации книги вручили юбилейную медаль 90-летия НАО. Александра Литкова, Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – Меховой дом «Знатные меха». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова